не самые приятные ощущения давай расскажем все что мы сейчас на вспоминали давай кратко как скажешь задавай вопросы буду отвечать было после этого ли и лечение на ценовке кратко там был какой-то мятеж это было не государство одно это были какие-то островные государства или просто как архивиллах много-много островов между собой соединялись то ли в море эти острова были между собой только плавать можно было доплывать ну один до другого там был какой-то мятеж вы были на стороне мятежников как власть кто-то захватил из тех у кого и было в принципе власть но они как-то извратили захватили женщина стала у власти поднялся мать 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 она с вами воевала вы победили мы победили вы победили а потом после того как произошла победа и уже просто договаривались о том чтобы укрепить власть это не было объединение это не было империи это каждое государство было островное или несколько там объединенных но как-то вот небольшие участки вы как нужно было всем договариваться тогда она взяла реванш она при помощи каких-то солдат другие сила другая пришла и победила реванш вот и все меня убили потом тебя убили кратко жили-были умерли выверли тебя как она из родов она была в каком-то из боев ты ее практически победил ты думал что она умерла ты не стал лет добивать или пожалел я не знаю как там было или не смог или пожалел но ты ушел она осталась жива у нее грудь рука бог и лицо половина лица было изуродовано когда она пришла уже силой с подкреплением когда уже победила в нее уже были шрамы и лицо было изуродовано я умела лечить и она меня под конвоем привела но не для того только чтобы я лечила все таки я была еще и по-другому почему-то задержана но как приспешница или соратница или близкий человек скажем так к ее врагам условно она говорила что если я ее вылечу будут какие-то поблажки а я отказалась я лечить и тогда они сбросили меня со скалы это не со скалы а с горы по камням вниз как вот гора такая пологая много камней вниз меня сверху сбросили я катилась по камням она меня изуродовать и мало было меня убить она хотела чтобы я даже после смерти была такая же уродливая как она там птицы летали большие которые должны были доесть вот так чему она победила когда уже мы победили все ее нигде не было и и нигде не было но она была жива она получила какое-то подкрепление они были очень странные те которые с ней пришли я их помню потому что они меня под кануло им вели тот момент когда за мной пришли у нас уже было как мирная жизнь знаешь уже полностью победили я помню что это уже было безопасно мы в каких-то там но условно говоря не знаю общины деревни как мы там жили вот я помню что меня просто выводят они пришли когда уже не ожидали они какие-то черные странные то ли на них знаешь как блин похоже на водолазные костюмы но это скорее всего какой-то скафандр или вот тело какое-то я не знаю они были все черные или я их запомнила как гладкая такая очень гладкая черная кожа и лицо тоже черное я не видела там лица сзади вот такое что-то как с головы вот так висела я бы не сказала что это были люди такие как мы вот если мы там были двух раз условно как азиаты и европейцы снова же условно но более красная кожа скажем так и более белая кожа ну а это вообще были как не люди те которые пришли с ней солдаты и поэтому она победила она взяла людей победили мы а вот она с нелюдями нас победила второй раз реванш проект роя и коим зачем-то нужно были местные чтобы карму на себя не брать типа уже начали бегать кармы ты думаешь а кого из первородных это был проект скорее всего скорее всего это птица условно условно мы его филин называем да но если это филин да то это скорее всего совсем недавно было но она последнее вспомнилась я не могу сейчас хорнолубию выстроить по моему это невысоко было по моему дюна была после этого я смотрю на человеческое строение все-таки более развитое физическое тело было на дюне скажем так на там вот скулы высокие вот подбородок такой скошенный треугольный немножко это более нижние скажем так уровне люди уже до возможно я не могу сейчас почему-то хронологии пока выстрелить я только вот так вижу выделить и черную и не были полностью черные маска белая на лице просто вот как маска какая-то лица я не видела их или у них не было лица ли я не воспринимала как их лица какого-то другого цвета чуть светлее как белая серая вот там где лицо а все остальное черное было и впечатление что они были как управляемы почему-то они на людей мы ниже всего были похожи не на физиология то человеческое они были повыше чем мы все были ростом условно говоря если ну снова же я нашими понятиями если на 100 метр шестьдесят было то у них два метра вот или метр девяносто вот разница была не повыше я умер тебя схватили она тебя схватила со своими этими не идет как приспешники я не вижу там очень огромной армии скорее всего там вообще не было таких огромных армий как там миллионы людей тысяч людей это были не совсем такие большие группировки они тебя схватили я вижу такую коробку по моему восьмигранник такой вверх и низ как откручивается вот откручивает вот так а внутри все таким голубым цветом как это не то что как футлярчик внутри вы вышла на мягкое она как светится и оттуда достают вот клякса кожистая когда я пытаюсь понять что это первое что идет это лишайник те просто на голову ему садят но этот решайник это какой-то симбиот там есть и части скажем так биологическое как растение именно не как живого организма как растение идет и туда внедрена какая-то цифровая как можно соединить да как можно соединить растение это не думает но думаю ну да думает наверное но вот компьютер до растительный компьютер тебе его просто на голову и ты не смог его как тебя удерживали вот как удерживают и тебе его на голову и она просто как сплавляется в кожу вот прорастает в глубь или этого починить очень глубоко корни пошли не на физике тонкие тела как так получилось нужно было ну вот это вот часть которую они при но посадили в лишайник это должно было проникнуть в тело человеческое или во все тела человеческие когда души как полностью да вот душу корни вот как корни должны были дали до расти аж до души вот с головы до вниз вниз и полностью как ну вот как клубе не как оплести со всех сторон душ выпить душу подчинить душ выпить вот идет выпить это уникальная одна штука была ли там еще такой большой не было это была очень большая пятно клякса неправильной формы вот вообще вот так неправильно оно было одно большое вроде кленового листа только без этой палочки везде такое несимметрично нет оно как прорастало просто те же солдаты которые с ней были они тоже имели такие же технологии они тоже были не жителями той части планеты скажем так или даже вообще не жители той планеты там была не слишком развита цивилизация не настолько чтобы возможность была производить таких роботов они были не из той планеты скажем так технологии абсолютно другие и вот то клякса тоже была технология другая я когда же как добровольно вошел в этот проект чтобы всегда как всегда собой разрушить то есть у тех этих высоких черных тоже такие были управляющие через них получается у них на голове сзади вот на затылке я волос там не видела я видела как знаешь складки такие какие-то там где затылок должен быть у человека от макушки до затылка какие-то бугры на голове были под этой черной кожей мутанты вот впечатление что сверху как скафандр какой-то одет на них форма какая-то что-то их обтягивала полностью вот как на водолаз на водолазах вот эти черные костюмы знаешь водолазный но без лаза-то только ладно сейчас будем пытаться эту линию брать лишеник остатки эхо